Добрый день, мои зрители, вы на спортивно-игровом канале Вабонгеймс. Пацаны, красавцы, 1000 лайков набрали, не так быстро, как мне хотелось бы, но все-таки набрали, поэтому, как я и обещал, Динамо Рига в кубке Шпенглера продолжается. Остаемся на той же самой схеме. Пацаны, чем быстрее 1000 лайков, тем быстрее продолжение. Я надеюсь, сегодня я смогу обыграть ХПК. Информации про этот клуб достаточно мало, но если вдруг вы не в курсе, то это финская команда, которая даже на этом турнире однажды играла в финале, но проиграла. Поэтому, я так думаю, все-таки мы должны быть фаворитами, и по рейтингу, по рейтингу, все-таки наша команда чуть-чуть, но повыше. Я надеюсь, что мне удастся сегодня победить. Я хочу поменять форму, прошлый оказался не совсем счастливый. Изменения в звеньях я не буду делать, хотя многие просили поставить Джердева в первое звено. Нет, все-таки он в прошлой игре сделал дубль именно в своем звене, поэтому я оставлю Николая тут. Начинаем, начинаем, друзья. Я очень надеюсь на вашу поддержку, потому что сейчас я невероятно переживаю. Я обязан выигрывать в этой встрече. Просто обязан. Ой, как мне понравилась эта арена. Вот это Давос, Вильян, эта арена. Смотрите, комментаторы, все дела, все круто, все атмосферненько. Ну, тогда, значит, полностью туда погружаемся. Так, ну, у нашего соперника еще игр не было, поэтому у Ларми статистика нулевая. Ну, а у нашего голкипера, к сожалению, есть одно поражение. Еще некоторые писали о более реалистичной камере, друзья, но я, к сожалению, на ней не смогу нормально играть. Уж простите. Да, будет выглядеть это лучше. Может быть... Ой, какой момент с первых же минут. Может быть, конечно, я неправильно делаю, что я вот тут вам не совсем помогаю в этом плане. Но все-таки, поймите меня тоже, я хочу победить. А с той камерой очень тяжело мне будет играть. Ой-ой-ой, какой опасный момент. Красавчик наш. Галкипера, что меня катать начинают все в этой игре с самого начала. А-а-а, еще один бросок опаснейший от финской команды забрать. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда и забить! Да ладно, они всегда будут ловить из дальнего, что ли, угла. Так, вот Жердев на сбрасывании. В прошлый раз это нам приносило успех. Жердев опять выигрывает сбрасывание. Бросочек. Ой-ой-ой, какой силовой прием против Николая, но он смог шайбу у себя даже оставить. О, как все жестко, парни. Ой, спасибо, Галкиперу. О, есть, есть, есть шанс убежать. Да ладно. Очень опасно атакуют финны. Они понимают, что им тоже надо выигрывать в первой встрече для себя. А мы понимаем, что у нас назад пути, сука, нету. Да! Есть! Есть! Я прям видел этот дальний открытый угол. И мы забиваем. Наш капитан это делает. 1-0 мы повели. 1-0 это хорошо, это хорошо. Хорошо. Передачка. Хорошо. Классно развернулся. Классно развернулся. И гол! И еще один! Вот это да! Два подряд! Просто! Это что-то с чем-то. Вы видели этот бросок с хистей? Он какой-то сумасшедший был. Смотрите. Просто смотрите. Бах! В ближний! Там шайбы не видно было. Хороший силовой. Хороший. Надо, чтобы соперник совсем потерялся. Сейчас бы третью шайбу забросить. И будет просто все замечательно. Ой-ой-ой, опасно! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот вам и 2-1, друзья. Вот так вот. Отскок не самый удачный. И куча болельщиков, конечно, поддерживают свою команду. Можно сказать, что они играют у себя дома. Ух, как шайба ходит по нашей зоне. Ой, друзья, ой! Все, компьютер включил режим. Ему пора отыгрываться. Это мы уже с вами проходили, знаем. Но, может быть, мы что-то с этим сможем все-таки поделать, а забросить! Да почему ж ты, сука, не бросаешь-то? Все, закрепились. Опять они в нашей зоне. Ну и, естественно, тут же нам залетает гол. Друзья, я уже ничему не удивляюсь. Мы это проходили, мы это знаем. Компьютер проигрывает. Ему надо отыграться. Любой бросок залетает в наши ворота. Вот сейчас голкипер наш даже ничего не сделал. Я, конечно, посмотрю, что повтор, может быть, там был рикошет. Но, смотрите, ничего не было. Голкипер вроде как не видел шайбы. 2-2. А кто-то еще пишет в комментариях, что я не могу выиграть у компьютера на уровне звезда. Да вы попробуйте сами выиграйте. Ой, штанга. Ой, в концовке периода. Вместо классного первого периода у нас получилась ничья. Причем соперник отыгрался с 2-0. Шайба у нас. 2 на 2. 2 на 2. Их забить бы, друзья. Хорошо. Классно. И пошел, и пошел. Можно убежать. Можно 1 на 1. Выпь идешь. Что ж вы с дальней-то? У вас вообще шайба не идет в дальний угол. Выход 1 на 1. И умница. Просто умница. Наш голкипер. Да ладно. Он опять ловит. Есть бросок. Есть еще один бросок. Но пока нам повезло. Можно попробовать убежать. И если судья вообще уйдет. Оттуда. И забить. Запихните шайбу. Угу. Так. Убежать по краю получится. Да, получилось по краю пройти. И в центр, и в дальнюю. Да ладно. Ну, ясно было все. Да попадишь ты в дальний. Ну, пожалуйста. Да штанга. Да елки-палки. Есть, есть, есть. Хороший силовой гол. Да. Вырвали. Прям вырвали эту шайбу. Просто в чужой зоне. Есть. Сравнял. Я уже просто жесть как переживаю. Да, вот здесь просто выцарапали эту шайбу и забили. Жердиво удаляют. Да там ничего же не было. Нельзя, походу, здесь как в НХЛ играть. Потому что за это тут штрафуют. Очень не вовремя это удаление. В концовке третьего периода. Блин, как классно развернулся, а. Ой-ой-ой. Ну, это было понятно, друзья. Нельзя убегать в атаку. Я пытаюсь играть на победу. А, естественно, в меньшинстве оставляю неприкрытыми свою зону. Да забей ты, пожалуйста. Ну, почему вы такие стопроцентные моменты не реализуете? Опять выцарапываем на том же краю шайбу. И может быть сейчас... Да ладно. Давай, давай, давай. Уходи сюда. Ну, пожалуйста, набирайте скорость. Мои хоккеисты, походу, уже устали. Да, гол. Есть. Есть, есть, есть. Нашел на пятаке все-таки партнера. И забросил эту шайбу. Это вообще какой-то супер экшен. Сумасшедший, мать. Желез это сделает. Забивает шайбу. Фу, друзья, лайк. Пожалуйста. Я так нуждаюсь в вашей поддержке. Пока ничейный результат. Но еще 4.43 играть. И я очень надеюсь, что еще будут моменты у нас. Да ладно, сейф. Еще одна подбор. И еще бросок. Девятка. Да. Ура. Вот это 2 минуты 12. Мы вперед выходим. Ууу. Я вырываю просто. Просто вырываю что-то сумасшедшее. Макмиллан. Красавчик. Два канадца подряд забивают. За Ригу. Это просто какое-то сумасшествие. Посмотрите, какой бросок в девятку получается. Минута 12. Сейчас будет сумасшедшая атака от финнов. Просто я не представляю даже, как мне отбиваться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо. Тихо. Пожалуйста, выйдите кто-нибудь на него. Стоим. Стоим до конца. Так, тихо. Я вообще не знаю, что говорить. Посмотрите, как они катают меня. Просто посмотрите на это. Так, уходим. Уходим. У них, наверное, пустые ворота есть. Да, такое подозрение. Как ты промахнулся? Как сейчас можно было промахнуться по пустым воротам? Тихо, 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 тихо. Оу. Так, пустые ворота. Пустые ворота. Пожалуйста, проедь. Да ладно. Да ладно. Да я собирался бросать уже 10 секунд. Я не могу. Я не знаю, что сказать. Оу. Еще один бросок мимо. 4 секунды. 3, 2, 1. На, не на, где, пожалуйста, есть. Мы выиграли. Мы просто это сделали. Оу. Я не знаю, насколько тут будет решать разница забитых шайб или пропущенных. Но мы вырвали. Мы просто вырвали эту победу. У меня истерика была в конце. Я ничего не мог поделать. Но я забил нужное количество шайб. Это должны быть куча лайков. Просто куча лайков. Если вы любите хоккей на этом канале. Если вы хотите продолжения. Я думаю, для вас 1000 лайков. Это прям вот так вот сделать и все. Так, я что-то не понял. Мы что, заняли первое место в группе, что ли? Да, мы заняли первое место в группе. Как это вообще возможно с поражением? Смотрите, у всех команд одинаковые статы. Вообще абсолютно. Там джеребием, что ли, это определяло швейцарцы на третьем месте. Ну, пишите в комментариях, по каким показателям это определилось. И нас нет среди четвертьфиналистов. То есть мы автоматически попадаем в полуфинал, как я понимаю. Что ж, симулируем этот день. Да, и мы будем играть со сборной Швейцарии в полуфинале, друзья. Мы только что с ними играли в группе. И теперь в полуфинале мы будем играть опять с ними. А что там канадцы? Меня вот они интересуют. Да, Канада. Она заняла в другой группе тоже первое место. Канадцы будут играть против Давоса, а мы будем играть опять против швейцарцев. Я надеюсь, друзья, что вам это понравилось видео. И вы уже поставили лайк, подписались на канал. Ссылочка, конечно же, есть в описании. Ну, а также перешли в группу ВКонтакте для того, чтобы узнать, когда точно выйдет полуфинал Кубка Шпенглера. Все. До скорых встреч. Всем пока. Ху-ху-ху. Вот это я матч вырвал. Это жесть какая-то. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.